Гильермо, тебе привет из России, из города Чехова. Я тебя жду. Точно одно поражение от Марка Хука, причем тот бой, который оставил много разных противоречивых мнений, кто-то не считает. Но я лично считаю, что там как минимум не выиграл Хук или как минимум не проиграл Денис. Итак, давайте смотреть первый раунд. Вовремя отклоняется назад или уклоняется Денис. Вот вы видите, каждый момент, в миллиметре буквально пролетает перчатка Гильермо от головы Дениса. Денис попадает и в ту вещь, и иногда в голову. Все говорили, что позволяет ему и на этой дистанции хорошо бороться. Это его главный конек. То есть выцеливает, вы хотите сказать? Ну да, он пытается с уклонами подходить. Расчечение у Ливидева, посмотрите. Очень настроен на этот бой Денис, это чувствуется. Денис должен с точным встречным ударом очень жестко попасть. Вот сейчас попадает он боковым правым. И снизу правый, снова правой. Расчечение опять же. Хорошая концовка была, да, первого раунда? Да, это был интересный раунд. Пару раз он тоже застоялся. И вот эти прямые удары, которые наносил Гильермо Джонс, он пару раз пропустил. Цель, но не может достать до нее. И под разными углами бьет Гильермо. Очень опасно встречные снизу и сбоку. И как-то чудом отбивая, что ли, успевая защищаться. Отлично. Ну правильно, сейчас делает замечание рефери. Может, Денису не стоит действительно вот так с места карьера очень резко начинать. Нет, но Гильермо Джонс в идеальной форме сейчас. Я имею в виду в идеальной физической. Не в тактическом плане, а именно физической. Я вижу у него небольшое животное в животе. Я вижу у него небольшое животное в животе. Это говорит о том, что пришлось ему поработать. Ну нет, то, что он может сделать вес. И Нонат начал давно и сделал. Вчера на взвешивании претензий к нему не было. Но это была тяжелая работа. Попадает левым боковым. Конкурентный бой действительно получается у нас. И все интереснее с каждой секундой. Удивительно гибкий этот боксер Гильермо Джонс. Удары пролетают. Но как-то их... Я даже не пойму, как он защищается. Я смотрю грамотно по работе Катмен. Он хорошо заубрал кровь от брови Дениса. Вначале я напугался в первом раунде, что будет проблема. Локоть на месте. А вот эти прямые, четко ложатся все. Удивительно крепкий этот Гильермо Джонс. Он здорово держит удары. Это все знали. Блин, повтори снизу левой. Отлично. Ну, какой крепкий подбородок у панамского боксера? Ну, действительно, у меня встречаются такие боксеры, которые с крепкой головой. Я думаю, их надо очень часто пробивать в корпус живота. Очень. И сюда пинтить живот. Окончательно решится, кто же из них станет королем по этой версии. Единственным. Еще до боя было понятно, что это настоящий чемпионский бой. Даже не чемпионский, а суперчемпионский. Ну, а по самому бою видно, что соперники очень достойны друг друга. Отлично. Ну, должно будет сказаться. Стоит. Вот это да. От таких ударов другие-то падали. Молодец. Ну, Денис, быстрее. Быстрее, но это, в общем-то, его глаза. А сейчас дистанция будет сокращаться. И чистый бой. Нет клинча, ни захвата, ни нарушения. Хорошо. Хорошо правый оберкот положительный. Еще один удар точно в челюсть. Разнообразнее намного стал Денис, не правда ли, в своих действиях за последние годы? В плане того, что действительно пропустил столько сильных ударов, и он хорошо держится на ногах. Гильермо Джонс, по идее, так до конца еще и не стал ясен, да? И нам в какой-то мере. Может быть, и Денису тоже. Вот сейчас Поречников Михаил и с ужасом начал рассказывать. Он, видно, был прямо около угла Дениса Лебедева. И видел, вот реально, насколько это большая опухоль. И насколько тоненькая щелочка, чтобы для обозрения, чтобы видеть соперника, атаковать и защищаться. Немножко. Отлично. Но мало. Вот хорошо слева попадает боковым. Опять сильнейший рукой Денис молодец. Вот когда Денис попадает, ему нужно продолжать атаку, не жалея силы на средней дистанции. Потом, когда дистанция разрывается, снова приходится подходить. А сейчас это делает все сложнее и сложнее. Да. Американец явно приехал не гулять, а серьезно относится. Но потому его называют двумя названиями. Чемпион в отпуске и почетный чемпион. Поэтому он и почетный. На взвешивание. Это не пустая бравада была, что я объясню. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но, похоже, Денис все меньше и меньше видит. Понимаете, это проблема. И он чуть-чуть потеряет, мне кажется, самообладание. Я даже слышу крики людей, зрителей, которые сидят рядом с нами. Глаза нету, это все. А ведь всего лишь пятый раунд заканчивается. Да. Он слышит только шум. Ну, а я вот сейчас не знаю, чтобы я подсказал Денису в настоящий момент. И позвать врача. И уже тот решает, может ли боксер продолжать поединок. Да, ну, все это по правилам. Мы, конечно, не знаем. Но все-таки будем надеяться, что врач не остановит бой. Выведено на два монитора. Это для тех людей, которые сидят на верхних рядах, на балконах. И все прекрасно видно. Да, боковые, Дениска. Легче, легче боковые куда. Попадает, попадает Денис. Ну, вот подходит середина боя. Вот мы думали, как раз должен наступить момент, когда Джонс начнет уставать. Как по-вашему, вот заметна усталость? Вы знаете, они взяли такой большой темп, что уже шестой раунд. А они выжатые уже как-то не могут. А еще впереди полбое. И, конечно... Вы видите, крупный план Дениса Лебедева. Да, рассечение действительно становится уже критическим, я бы сказал. Очень тяжело ему будет вакцировать. Там не рассечение, а гематома. Гематома, глаз закрыт, посмотрите. Я специально подошел сейчас к углу и посмотрел. Да. Я вспоминаю, не дам последний бой Артура Абрахама, когда вот так же он... Отлично. Посмотрите, принимают удары, как будто вообще ничего. То есть, каждый удар полной силы, и они оба устали. Уже почти на автомате. А всего только половина боя прошла. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Гелема Джонс как бы... Как бы нависает все время на соперникам. Хорошо, хорошо. Опадает, поклодает. Отличная у вас печень. Продолжение следует... Хорошо. Хорошо, что садь открылась. Да. Покажи, как... Еще немного. Покажи, как... Отлично. Не устанавливается. Если еще хоть чуть-чуть силы остались. Продолжение следует... Вот так вот раскладывался или взорвался Гелермо Джонс. Почувствовал кровь. Опускает руки Гелермо. Опускает удар. Вот просто выживает все. Весь зал стоит. Весь зал поддерживает нашего боксера. Почувствовал Денис, что он встал. Панамский боец. И Денис тоже на пределе, Гелермо. Он на грани, бесспорно. Хорошо, Дениска. Покажи, Кибай. Хорошо. Я думаю, что Денис получил установку от тренера. Делать все возможное. Ихи в Абанк. Потому что... Да. Только так. Потому что... Мы смотрим замедленные повторы вот этого сумасшедшего, я бы сказал, шестого раунда, друзья. Очень здорово работает наша бригада регистеров во главе с Денисом Шулейным. Денис получил! Да, много сил отдано уже в бою. На пределе и тот, и другой. Интересно, как же считают судьи? Ну, давайте сейчас не будем пока вникать и ставить себя на место судьи, потому что поединок настолько драматичный. Ну, вот он начал больше двигаться, Денис, да, включил ноги. Это усталость, уже нет такой резкости. Ой-ой-ой, точно в челюсть. Стоит опять, а? Снова попадает Денис, а? Такое чувство, что еще один удар, и Гильерман Джонс упадет на пол, но не падает. Но все-таки вот уже на усталости я вижу, насколько первоклассный боксер этот боятец Панавы. Боковой снова ложится в цель. Это в 43 года, а? Так держать удар. Да, это очень сильная физика и очень четко отработанными годами, десятилетиями. В этом раунде бывает момент, когда, казалось бы, уже все, нахватался, и вот, вот, а он как бы получает вторую жизнь и снова продолжает. Все понятно. На пределе сил проводят этот бой уже боксеры. Очень что-то так втолковывал буквально своему подопечному шагу. Я не разбудил сейчас статистику. Но не чуть важна статистика. Денис попадает чаще, мы это видим. Забирай его в углу и бей! Молодец, Денис! Голову в голову. Может иметь смысл ударить по корпусу разу? Да, сейчас самые сложные вот такие вот раунды, и они уже начались, самые тяжелые. И они и будут решающими. Потому что то, что было до, наверное, седьмого раунда, было непонятно, кто же лидировал по судейским запискам. Потом Денис выровнял бой в свою сторону, а сейчас все самое сложное. Где его, Денис, и бей! Дал паузу, успел даже поправить трусы Гильерба Джонс. И принимает, принимает на себя удары, и хоть бы что, друзья. Здесь боковой бей! Встречай! Встречай его! Денису лишь бы доставить до конца, и чтобы травма не помешала ему выиграть этот бой. А в очковом балансе, конечно, намного он видит, намного видит. Такой жесткий обмен. И все, и все, и все! Стоит, а! Ну, как это да! Я такого давно не видел. Нам ноги не были согласны с тем, что бокс был классный, а вот этот бой запевает просто все. Безерный гон! Вы пока еще не видите. Был у меня наподобие боксера Майкл Симпс. Вы, я помню, комментировали этот бой. Я его проводил в Гамбурге. Наподобие был боксер. Абсолютно, абсолютно похожий. В том бою я выиграл только благодаря тому, что наносил очень мощные, мощные удары по корпусу. Который не смог выдержать. Отлично, да, снизу. И с левой рукой идти! Левой рукой! Ну, молодец, он продолжает. Вы знаете, проблемы есть, это видно, но фактически боксировать с одним глазом, это очень тяжело. Но Денису пока удалось. Отлично. Вот что, как говорится, есть мужской дух, характер, и он все от себя показывает. Это торгово стоит. Это уважение, это... Большое сердце. Такое чувство, что у Дениса периодически открывается очередное дыхание. Второе, за ним третье, четвертое. И Гильермо Джонс уже не успевает переключать эти скорости. Порой не успевает, но устал Денис тоже, и силы ударов тоже, конечно, уже не так. А он панчер, это его коронка, это его главное оружие, удар. Но любой другой боксер уже давно бы упал от таких мощных точных попаданий. Я удивляюсь этому бойцу. Я говорю, сейчас про Джонсу. И ведь и теряет надежду. Не просто не оказывается в нокдауне, а еще дерется, идет вперед, проигрывает. Иногда так откровенно он это делает, да, казалось бы, ну вот. Очень страшная, огромная. Заканчивается 10-й раунд. Силы покинули боксера. Да, сил уже не осталось. Что такое? Гриснудолу пытается поднять Гильермо Джонсу, который не хочет. Он просто устал, не хочет, наверное, боксировать. Показывает на затылок. Ну да, показывает, что он ударился головой при падении. Но ему нужен просто-напросто отдых. Он на грани. Посмотрите, какая огромная опухоль у Лебедева. Это страшно. Да. Судья, конечно, молодец. Я говорю про рефери. Чемпионские раунды. Вещай сюда, Екей! 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 Боковые, боковые бей! Боковой! Да. Да, не было у Дениса еще такого тяжелого боя. Никогда не было. Все-таки и даже с Марко Хуком, не та сила ударов и обоюдных попаданий, их количеств. И не было вот этой травмы. Да. Ну вот, врачу похоже, да? Ну, на самом деле, это очень серьезная травма. Очень серьезная. По большому счету. Она чревата. Врач должен... Нужно подумать о здоровье обязательно. Это глаз, конечно. Врач должен... Можно продолжать. Ну, было много случаев, когда... Я не хочу об этом говорить, но должен сказать, когда... Боксеры просто оставались без зрения. Сейчас-то... Да, мы все это прекрасно знаем. Все-таки не теряет надежды Гильерма Желт, не теряет. Он ее... Он ищет, ищет, конечно, свои пути. Бей, 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 бей! Контршансы. Бега на правый! Бравый боку! Если вы заметили, его... Он не держит защиту. У него руки постоянно весь бой опущены. И он... Ой-ой! Не стоит опять, а! И он рассчитывает только на свои вот эти инстинкты уворачиваться, уворачиваться. И шеей даже, и корпусом слегка. Это что такое было? Это нокдаун. Да-а-а-а. Это дает ему возможность... Дает ему возможность не терять много сил. Что такое? Бой остановлен? Христодолу остановил бой. И удивительно. Не против был и не скребедит. Да. Да, вот так драматично и неожиданно для всех нас, другим. Насколько все-таки, как будто знал Гильермо Джонс, как это все произойдет, а? Вот что такое характер. Да. Я сейчас говорю про того и про другого спортсмена. На этом был такой-то план, который он провел. Надо поблагодарить и Дениса Лебедева, тяжелый бой провел. Он сделал все, что мог, он выиграл в этом бою.